Шлаг посыпался. Такая пыль поднялась. Где-то запорошило всего. Мы там как очагары были. Пока внутри дома прямо на голову сыпался потолок, летела штукатурка и трескали стены. Все жили привычной жизнью. Чиновники обещали всех расселить и предоставить достойное жилье, а люди ждали и терпели безразличие властей. С 2013 года дом на Советской армии 54 считается аварийным. И только когда кирпичи посыпались снаружи, людей эвакуировали, вокруг дома натянули ленты и теперь он под надзором полицейских. У нас 4 на ПВР, остальные уехали. Сейчас здесь никого нет. Среди тех, кто теперь живет в пункте временного размещения на базе детской спортивной школы, Тамара Сивцева. С парализованным мужем-инвалидом и любимым котенком она вынужденно покинула родные стены. Соцзащита сразу же посоветовала разместить мужа в интернат. А вы дедушку не будете оформлять в интернат? Здравствуйте. Я говорю, я 50 лет доживаю. Какой интернат? Вы что, нет? В общей обеде соседи стали только еще ближе друг к другу. В спортзале их 4. Любимого котенка пенсионерки помогли пристроить знакомой другой жительницы пункта временного размещения. Мария Федоровна тоже оказалась здесь, потому что идти оказалось некуда. А сыновья сами, люди семейные, живут на съемном жилье. Обиды ни на кого нет, говорит пенсионерка, возмущая только отношения чиновников. Отодвигали нас, отодвигали. И очень страшное состояние. И вообще этого дома страшное состояние. А еще страшнее вот такое отношение к людям. Потерпеть эвакуированным нужно всего 10 дней. За это время решится судьба их дома. Может отремонтируют, но скорее всего снесут. Так рассуждают жители. Следком тем временем возбудил уже второй за последние дни уголовное дело по статье «Халатность». Теперь по факту обрушения стены здания на советской армии 54. А пока жизнь людей идет своим чередом. Вещи первой необходимости и надежда. Это все, что у них сейчас есть. Анна Рашагирова, Александр Андропов. День с толком.